Heroes of Might and Magic 5 Самая ожидаемая стратегическая игра 2006 года Уникальный русско-французский проект и главный отечественный блокбастер в истории Его разработкой на протяжении нескольких лет занимались лучшие специалисты Nival Interactive и Ubisoft И вот она подходит к концу В ноябре мы на несколько дней отправились в самое сердце Нивала Отсняли множество часов и отобрали сотни гигабайт материалов для этого проекта Теперь мы начинаем финальный отсчет до выхода главного PC проекта будущего года В ближайшие два месяца вас ожидают эксклюзивные интервью первых лиц проекта Неизвестные факты и конечно эксклюзивные кадры из игры А сейчас первый вступительный сюжет Началось все примерно так Мы узнали, что 3DO обанкротилось и его бренды распродаются И собственно бренд героев и меча и магии Он был приобретен компанией Ubisoft После чего, так как у нас были и опыт и желание делать игру подобного класса И в данном жанре мы связались с компанией Ubisoft Написали свое предложение, что мы бы хотели делать следующую игру серии Понятно, что мы были не одни И Ubisoft устроил тендер на данный проект В котором мы должны были представить концепт Там какие-то наработки И этот тендер мы выиграли После чего, собственно, и мы приступили к началу работы над проектом Почему мы его выиграли? Понятно, потому что у нас были очень хорошие материалы У нас есть богатый опыт и экспертиза в данном жанре и в данном сеттинге Что подтверждается нашими предыдущими проектами Демиургами, Севенштормом, прокрутыми землями И им понравилась, как у нас организована работа И они поверили в то, что мы реально горим желанием Мы фанаты делать именно эту игру Всем известно, что в России очень много фанатов-героев И в том числе и среди разработчиков И они поверили в то, что мы сделаем реально лучшую игру серии Которая подвинет этот бренд на качество новой игры Ну, та игра, которая была задумана в самом начале И та, которая сейчас получилась Это совершенно не разные игры Исходная идея была такая Чтобы мы очень в значительной степени скопируем игры предыдущих серий Герои 3 или Герои 4 Добавим немножко чего-то нового своего И просто сделаем игру на новом графическом уровне Но с тех пор прошло достаточно времени И все-таки игра сильно преобразилась Она не влезла в рамки мира, который был задан всей серией героев И фактически мы придумали свой новый мир После того, как софт получил владение данный бренд Они решили, что он будет служить основой для целого ряда игр в мире фэнтези Сейчас объявлены героями Чай Майги И объявлены Дарт Миссайев Майден Мэйджик И я не удивлюсь, если мы услышим о других проеках Мир стал гораздо больше Он более большой, более живой Мы пытались создать ощущение эпичности происходящего И сделать его эпической сказкой Была собрана команда лучших специалистов Которые действовали И даже набирались люди Специально искались по всей России Которые наиболее, казалось, подходят для того Чтобы работать в команде Которая занимается разработкой такой игры Такого бренда, который реально является одним из самых известных брендов На мировом рынке В своей нише, то есть стратегических походов к игр Мы умудрились собрать уникальную команду В которой есть одни из лучших на сегодняшний день в России И дизайнеров, художников и программистов Которые сейчас работают над этой игрой Все эти люди не просто являются специалистами в своей области Но являются очень фанатами серии героев И те же какие-то решения по особенностям рас По их видению Они рождались в процессе обсуждения фанатов Различных серий героев Которые играли с первой серии, по третью Которые были недовольны четвертой Которые наоборот стали фанатами четвертой части игры Конечно же это коснулось ролевой системы и самого геймплея Она не похожа Одновременно и похожа, и не похожа на все, что было раньше Люди, которые очень любят Heroes 3 Они увидят, найдут знакомые черты в ролевой системе Люди, которым нравится ролевая система четверки Они тоже увидят что-то, что для них близко и знакомо Герои 4 они раскололи мир фанатов данной игры Теперь имеется целый лагерь ярых поклонников Хамы 3 и ярых поклонников Хамы 4 Соответственно мы бы старались включить в игру элементы, которые свойственны той и другой игре И объединить фанатов обратно и в стан фанатов героев Чтобы потом они не спорили, а просто играли в 5 Герои 5 это эволюция, это не революция Мы не хотели революционных изменений Потому что революция, она всегда может напугать большую часть фанатов Поэтому мы учитывали мнение как фанатов этой игры Собирали мнение с разнообразных сайтов И Ubisoft собирал мнение сайтов, прислушивался к мнению фанатов Так и тех, кто просто любит игры И понятно, что мы хотим привлечь в том числе и новую аудиторию За счет того, что мы смогли создать такую уникальную команду, которая делает этот проект Я думаю, мы вобрали в него наиболее лучшие вещи, которые существовали в предыдущих частях И привнесли в него много своего опыта и своего видения на эту игру Для того, чтобы она получилась лучше Судя по первым отрекам с бета-теста, нам это более или менее удалось Игра меняется, еще будет меняться И я думаю, во-первых, даже многие люди смогут в нее сыграть В ближайшие 2-3 месяца, когда появится, возможно, демо-версия Либо будет проводиться специально более открытое бета-тестирование Работая с брендом, мы не можем... Мы должны придерживаться канонов, мы не можем иметь полную свободу творчества Если мы захотим розовых клыкастых зайцев, наверное, нам не получится их вставить в игру Но в остальном, если придерживаться именно того... Придерживаться Библии мира, о которой мы договорились и с которой мы согласны И с которой нам нравится То в этих пределах свободы творчества у нас не ограничены Да, присутствует достаточно жесткий контроль То есть все скетчи, которые мы создаем, мы опрубим у издателя Но это нормально для проекта такого класса и такого масштаба Дизайнерские решения, крупные дизайнерские решения тоже утверждаются создателем И они также принимают в этом достаточно активное участие Что, опять же, нормально Чем больше мы получаем фидбэк, у них гораздо более хорошие инструменты Сбора информации, в том числе с фанатов, с журналистов Они эту информацию предоставляют То есть это именно сотрудничество Когда и мы, и они стараемся сделать наиболее хорошую игру для наиболее широкой аудитории Конечно, это накладывает огромную ответственность Но мы ее создаем, и мы никого не собираемся подводить И работа будет очень хорошая Проект будет именно с видения нашего То есть одним из лучших проектов на тестировании в следующем году Ну, то есть это желание команды, желание издателя Все желания, они делают именно лучший проект И все настроены именно на и... Heroes of Might and Magic 5 сейчас находится в стадии бета-тестирования Художники уже закончили все работы над игрой На геймплей наводятся в финальный лоск, а программисты вылавливают последние баги Но о том, какой будет игра, вы узнаете из наших ближайших сюжетов Смотрите продолжение в февральском и мартовском номерах игромании А также в январе и феврале В первой серьезной телепередаче о видеоиграх в эфире телеканала Иван На этом все До встречи в новом году Субтитры создавал DimaTorzok